Добрый вечер, мы готовы начинать. Скажите мне, пожалуйста, сначала момент организационный. Вам меня хорошо слышно и видно? Если хорошо видно и слышно, напишите «да», пожалуйста. Отлично. Если у кого-то будет звук не очень хорошо идти, вы можете зайти в вебинар через другой браузер, попробовать. И еще, как вариант, вы можете заморозить видео. Для того, чтобы заморозить видео, вам достаточно ввести курсор на изображение лектора, перед вами появится изображение внизу видеокамеры, наводите курсор на нее, появляется надпись «заморозить видео», замораживайте, и в таком случае звук пойдет лучше. Вот уже пишет кто-то, кому-то слышно хорошо, кому-то слышно не очень, так что попробуйте. Очень приятно видеть так много знакомых имен. Я приветствую, например, школу из Златоуста Шарфудинова Тензеля Махмутовна. Она была у нас апробатором несколько лет назад и так далее. Очень много знакомых имен, и это приятно. Кстати, коллеги, если у вас будет возможность, напишите, пожалуйста, из каких вы регионов, потому что очень интересно посмотреть покрытие. На утреннем вебинаре сегодня у нас был и Хабаровск, и Владивосток. Очень много разных городов. И сейчас, я думаю, у нас опять же есть возможность пообщаться со всей Россией. Тема нашего сегодняшнего вебинара звучит следующим образом. «Современные подходы к обучению письменной речи и написанию эссе». Мы с вами посмотрим на те проблемы, которые бывают с письменной речью у школьников. Мы посмотрим на корни этих проблем, откуда они появляются. Только ли дело в том, что дети чего-то не хотят учить. Или, может быть, дело в том, какие приемы и подходы мы использовали. А также мы посмотрим на то, каким образом нас с вами учили, и все ли из прошлого стоит нести вперед в будущее, или, может быть, что-то стоит оставить за рамками. Мы будем рассматривать современные подходы к обучению письменной речи, посмотрим на их сильные и на их слабые стороны. И в конечном итоге, в конце вебинара, мы посмотрим на конкретные примеры, как же можно научить написанию эссе, в том числе с точки зрения подготовки к единому государственному экзамену. Когда мы готовились к началу вебинара, я успел почитать те вопросы, которые многие из вас уже задавали. Кстати, о вопросах давайте мы поступим следующим образом. Если у вас есть какие-то вопросы, я вам предлагаю либо их оставить к концу вебинара, и я смогу всем ответить, либо вы можете их писать в чате. Я буду стараться следить за чатом и читать вопросы. Если я увижу вопрос, то я на него отвечу. Если я вдруг на какой-то вопрос не ответил, вы его можете еще раз задать в конце чата, в конце вебинара. Ну что ж, уважаемые коллеги, давайте мы с вами посмотрим на то, каким образом можно обучать письменной речи, но для того, чтобы посмотреть на историю, для того, чтобы посмотреть на перспективу, давайте мы сначала с вами оценим, какие проблемы у учащихся в письменной речи возникают сейчас. Одна из проблем, прежде всего, которые детей волнуют в начальной школе и в основной средней школе, это проблема того, как писать. Под ней имеется в виду графика и орфография. Не помнит ребенок, как слово пишется. Не умеет он буквы правильно написать. Это у младших школьников. А у средней школы, скорее всего, вопросы возникают по грамматике и по лексике. Как правильно оформить высказывания, какие слова использовать. То есть вот такие моменты бывают. В старших классах проблема меняется. Детей часто уже не так волнует механика письма, то есть грамматикой и лексикой более-менее овладели. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но у детей возникает вопрос, а что, собственно, писать? Они видят тему задания и очень часто впадают в состояние растерянности. То есть говорят, а я не знаю, что писать, а мне никакие идеи в голову не приходят. То есть, посмотрите, мы уже, получается, видим две разных задачи в обучении письменной речи. Научить технике письма, научить правильную грамматику использовать, правильное то, что по-английски называется linking devices, слова, связки и прочее. Но в то же время необходимо формировать информационную компетенцию учащихся. То есть научить их находить информацию, научить их правильно откликаться на тему задания и строить высказывание так, чтобы это высказывание было эффективным, в том числе и для ЕГЭ. И, наконец, вопрос, который может возникать на всем периоде обучения, это вопрос, зачем писать? То есть дети очень часто не видят реального смысла в том, чтобы обучаться письменной речи. Они говорят, а у нас есть телефон, и мы пишем смс, а мы пишем сообщения в Твиттере, а мы пользуемся социальными сетями и так далее. То есть зачем нам, например, учиться писать личные письма? Зачем нам учиться писать какое-то эссе, если мы его в жизни не пишем? И действительно, казалось бы, зачем? Но дело в том, что опыт учеников пока еще очень ограничен. Они, например, не знают, что формат письма, и личного, и официального, лежит в основе целого ряда документов, которые нам писать все равно в жизни придется, раньше или позже. Это могут быть письма жалобы, это могут быть письма заявки о приеме на работу, это могут быть сопроводительные письма к разного рода документам, и такие документы писать уметь надо. Если просто перед нами положат шаблон и скажут списывайте оттуда, это не так уж и просто. Я думаю, вы согласитесь, даже те же самые заявления, которые нам приходится иногда писать о приеме на работу, о предоставлении отпуска и прочего, нам все равно приходится на что-то ориентироваться. То есть это функциональное владение речью. Точно так же эссе, сам формат эссе, лежит в основе любой речи, в которой нам необходимо приводить аргументы, объяснять свою точку зрения, свой взгляд на вещи и доказывать свою правоту. У учителя тоже, конечно, бывают проблемы в обучении письменной речи, и эти проблемы возникают именно из тех проблем, которые бывают у детей. Самый главный вопрос, который нас волнует, это как эффективно научить школьников создавать грамотные и оригинальные произведения письменной речи. Недостаточно, конечно, только механической грамотности, недостаточно поставить в нужную форму глагол, недостаточно просто нужное слово выбрать. Произведения должны быть еще и оригинальными. А в чем проблема неоригинальности, мы с вами как раз поговорим. А это уже, в общем-то, обучение творческому письму. И как мотивировать учеников, как объяснить им, что письменная речь нам нужна, как им помочь захотеть писать. Давайте мы с вами посмотрим на некоторые проблемы, в чем они лежат, в чем корни этих проблем, и как они могут решаться. Некоторые проблемы обусловлены тем подходом к обучению письменной речи, которую мы с вами выбираем. Либо, может быть, мы не делаем сознательного выбора, а этот выбор заложен уже в УМК. И вот как УМК заложено, так мы и учим. И, к сожалению, проблемы подхода начинают реализовываться и проявляться в том, как работают ученики. Иногда мы выбираем не совсем те приемы обучения, которые требуются. Либо считаем, что письменная речь надо обучать только в старших классах, а в начальной школе как-нибудь пока и без этого обойдемся. И так далее. И, соответственно, мы не всегда правильно видим задачи обучения. Или, может быть, правильно слово здесь не совсем верное. Мы не всегда видим все задачи обучения, которые перед нами стоят, и когда мы спохватываемся и видим то, что реально приходится делать, то, к сожалению, бывает слишком поздно. Давайте мы с вами посмотрим на то, для того, чтобы понять, какие современные подходы к выучению письменной речи существуют, необходимо посмотреть на историю. Дело в том, что современный вовсе не означает свежепридуманный. Очень часто бывает так, что какие-то новые приемы, новые подходы, новые технологии являются либо хорошо забытым старым, либо они очень сильно опережают свое время. В качестве примера такой технологии сейчас везде пишут, что одна из современных образовательных технологий это проектная деятельность. На самом деле проектную деятельность описали еще в 1910-х годах. Вышел целый ряд статей в 1917 и 1919 годах, то есть почти 100 лет этой технологии, где подробно описывалась, разрабатывалась технология проектных работ. Но они просто в свое время не требовались. Именно потому, что вся система обучения не давала для них достаточно места и делала их бесцельными. Точно так же и с приемной обучения письменной речи и с подходами. Некоторые из них появились давно, некоторые только-только формируются на наших с вами глазах, и у каждого подхода есть свои сильные и слабые стороны. Мы с вами посмотрим на три основных подхода, которые сейчас используются во всем мире, и постараемся выбрать то, что эффективно для нас, то, что помогает нам реализовывать наши цели и задачи. Вообще, в течение многих десятилетий письмо было своего рода золушкой методики. В России фактически такая проблема оставалась до 2000-х годов, до принятия нового стандарта в 2003-2004 годах. Почему? Потому что издавна на письменную речь смотрели как на предмет вспомогательный, как на вспомогательный вид речевой деятельности. То есть считалось, что ребенок должен уметь записать какую-то информацию, чтобы потом ее вспомнить, то есть использовать письменную речь в качестве опоры, чтобы ребенок умел правильно написать на уровне слова и предложения какие-то вещи, и этого хватало. Задачи обучать общению в письменном виде, как таковой, в общем-то, и не стояло практически. Если мы посмотрим на международную методику, на методику об университетной языке, которая существовала не только в России, но и в Великобритании и в США, например, то мы увидим, что до начала XX века в основном как раз и обучали графики и орфографии. То есть достаточно было, если человек мог написать несколько слов, несколько предложений, и считалось, что и хватит с него, и этого достаточно было делать. С начала XX века обучение начало фокусироваться на риторике. То есть смотрели, например, классической литературы и учили, в общем-то, планировать public speeches, то есть какие-то общественные выступления, и этого, в принципе, было достаточно. А в школах для бедных обучали писать письмо либо прошение подавать, и больше ничего не требовалось. Как таково, письменные речи, в общем-то, начали обучать в основном с середины XX века. Тогда она стала полноправным и важным видом речевой деятельности, но все равно роль играла подчиненную. Для того, чтобы понять вообще, откуда берутся причины, давайте мы с вами проведем маленький эксперимент. Эксперимент следующий. Вот представьте, перед вами появляется задание. Вам его дали, попросили на него откликнуться. Задание следующее. Describe a typical morning of your typical working day. Уважаемые коллеги, а покажите мне, пожалуйста, как бы вы на это задание начали бы отвечать. Напишите по одному, по два предложения в чате, пожалуйста. Итак, кто первый напишет? Слушайте, ну все собрались, кто практически в 7 встает. Сегодня с утра были люди, которые в 5.45 встают, так что нам еще везет. Обратите внимание, посмотрите, практически все пишем как под копирку, правда? Я рискнул предположить, как вы напишите, и вот такой у меня текстик получился. Посмотрите, пожалуйста, я тоже, кстати, почему-то написал в 7 утра, хотя каждый встает по-разному. Итак, то есть, как видите, у нас получается тексты совершенно неоригинальные. Более того, я вам по секрету скажу, что эти тексты не учитывают вообще задание, потому что задание-то было какое? Describe a typical morning of a typical working day. А мы что с вами делаем? А мы повествуем о событиях. То есть, получилось даже не тот совершенно жанр. Вместо description у нас получилось narration, вместо описания получился рассказ. В чем же дело? Почему нас так много учителей со всей России, а у нас получаются тексты как под копирку? Вот из Курска нам отвечают шаблоны. В самом деле. А откуда взялись эти шаблоны? То же самое, что пишет кто-то. Let me say a few words about my morning. И так далее. 7 утра, это мы так учим. И действительно, вот такие проблемы. Топики и прочее. То есть, посмотрите, мы с вами опытные люди, которые очень неплохо владеют английским языком, тем не менее, все равно начали делать как под копирку. И более того, не учли задание по жанру, то есть, совершенно не посмотрели на него. И, как вы считаете, интересный получился текст в итоге у нас? Да, так давали учебники, как пишет Любовь Калашникова. Совсем неинтересный текст получился. То есть, откуда берутся проблемы? Текст получился неоригинальный, правда же? Заданию по жанру он, опять же, не соответствует. Вы можете спросить, а как должно было быть описание? А описание как раз у него типичные признаки. Там очень много прилагательных. То есть, описание могло бы звучать что-то вроде «I hate getting up early in the morning. It's still dark outside, it is cold in the room, and the sound of my alarm clock is too shrill». И так далее. То есть, полно описаний, и продолжаем в том же духе. А интересно было бы такой текст читать. «Скучный» уже пишет Юлия Николаевна Фадеева, и он действительно очень-очень скучный, к сожалению. В чем же причина? А в том, что нас обучали письменной речи именно в рамках такого подхода, который не позволяет научить создавать оригинальные произведения. А вот теперь давайте-ка мы с вами посмотрим на подходы к обучению письменной речи. Вот вопрос сразу дает. То есть, мы учим не тому, а давайте мы вместе попробуем решить с вами, тому мы учим или не тому. Потому что у каждого подхода есть свои плюсы и свои минусы. Уважаемые коллеги, некоторые у нас из участников пишут о том, что звук плохой. Я еще раз предложил бы сделать вот что. Если не очень хороший звук, я предложил бы вам или зайти через другой браузер попробовать, или заморозить видео. Чтобы заморозить видео, вы наводите курсор на окошечко с изображением лектора. Перед вами появляется изображение видеокамеры. Наводите на видеокамеру, и появляется слово «заморозить». Нажимаете на него, и видео тогда остановится. Если нет звука, проверьте, как у вас с контактом. Попробуйте зайти через другой браузер. Уважаемые коллеги, я вас очень прошу тогда, когда кто-то пишет, что звук плохой, вы им давайте тоже советы в чате. Хорошо, потому что иначе мы будем отвлекаться на другие вещи. А вот теперь поднимается очень интересный вопрос. Посмотрите, кто-то пишет. Простой текст всегда можно обогатить прилагательными. Можно, но этому надо учить. Оксана Владимировна пишет, Карцева, на начальном этапе шаблон самое то. Шаблоны помогают, говорит Светлана Владимировна Китаренко. Возможно, но я бы посмотрел на этот вопрос шире. Помогают не столько шаблоны, сколько опоры. А опоры могут быть не только в виде шаблонов. Давайте-ка мы с вами посмотрим на подходы. И Наталья Алексеевна Диканенко пишет, Проблема с письменной речью у детей на русском языке очень большая. Что уж говорить об иностранном языке. Наталья Алексеевна совершенно права. Есть целый ряд исследований, которые показывают, что у нас очень тесно взаимосвязано качество речи на изучаемом языке и качество речи на родном. Чем лучше мы говорим на одном языке, тем лучше мы будем говорить на другом. Поэтому, когда мы помогаем детям научиться строить развернутые высказывания на иностранном языке, они на родном начинают говорить. А вот теперь давайте поговорим про шаблоны. В общем-то, очень многие говорят, согласно иностранным, необходимы шаблоны. Давайте посмотрим, откуда они взялись. Если мы посмотрим на историю методики, то 50-е, 70-е годы, это господство аудиолингвального, аудиовизуального методов и так далее, все внимание при обучении английскому языку, вообще иностранному языку, было направлено на отработку лексики и грамматики. Самое главное внимание уделялось форме текста. Именно в форме, а не смыслу и не его значению. Именно в те годы сформировался подход, который получил название в англоязычной методике Product Based Approach. По-русски его, наверное, имеет смысл называть подход, основанный на продукте, либо подход, ориентированный на продукт. У него много разных разновидностей, как у любого подхода. Это и Control to Free Approach, мы сейчас посмотрим на примеры. Это подход, который называется Paragraph Pattern, когда мы изучаем риторическую структуру абзаца, и от нее отталкиваемся. Это подход, который называется Grammar Syntax Organization, и, как понятно из названия, основное внимание уделяется синтаксическому строению текста и его грамматике. Что же представляет из себя Product Based Approach? Прежде всего, давайте посмотрим на его задачу. Основная задача этого подхода — научить создавать лексические и грамматические правильные тексты определенного формата. То есть, фактически, мы говорим о том самом шаблоне. Какие этапы работы в рамках этого подхода? Я думаю, вы их легко узнаете. Начинается с анализа текста-образца. Причем этот текст-образец очень часто бывает специально написан. Вот если мы посмотрим на тот с вами пример описания своего рабочего дня. Как многие писали, описание рабочего дня, такие тексты были в учебниках. А скажите мне, пожалуйста, Вам часто в жизни приходится примерно в таком ключе рассказывать вашим знакомым о вашем рабочем дне. Неважно, на письме ли, либо устно. То есть, говорить ли вы кому-нибудь, ну, я встаю обычно в 7 утра, иду, умываюсь, потом готовлю завтрак, потом бужу мужа и детей, или у кого-то там жену и детей будет, кому как повезло, в зависимости от пола. Спровожаю их на работу в школу, и потом быстренько собираюсь на работу и еду к себе. Часто ли пишите, часто ли говорите? Вот кто-то говорит, да, бывает, а кто-то говорит, конечно, нет. Кто-то пишет вообще никогда. Действительно, а в чем проблема? То есть, посмотрите, получается, мы даем текст-образец детям только потому, в рамках этого подхода, только потому, что в этом тексте нужная нам лексика и нужная грамматическая структура, а текст не имеет никакого отношения к реальной жизни. То есть, в жизни мы так говорить не будем. Тем не менее, мы просим детей воспроизводить этот текст, потому что следующий этап — это имитация, перепишите текст, перепишите текст, подставьте, там начинаются небольшие трансформации, например, подставьте информацию о себе. Кто-то встает в 7 утра, а кому-то повезло в 8 встает. Кто-то сначала умывается, потом идет завтракать, кто-то сначала завтракает, потом умывается, правда? То есть, идет подстановка, и затем может быть трансформация. Например, перескажите текст в третьем лице в единственном числе, прочитайте текст про чей-то день, перескажите его, и так далее. И, наконец, идет свободное продуцирование, А теперь сами расскажите о рабочем дне. Но что у нас получается? Когда мы оцениваем это свободное продуцирование, мы все равно оцениваем в основном правильность текста, лексическую и грамматическую, и то, насколько мы соблюдаем форму. Сразу отвечу на вопросы. Пишет Алла Николаевна Кремнева. Можно ли скачать данный материал? Алла Николаевна, я презентацию размещу сразу после вебинара. Я размещу ее на сайте englishtrechers.ru для свободного скачивания. Видеозапись вебинара мы также разместим. Я дам сегодня же ссылки на видеозапись, так что все желающие смогут его посмотреть в любое время. Так же. То есть, действительно, как пишет Наталья Саратов, я прошу прощения, поскольку без отчества и без фамилии, искусственной ситуации действительно не готовят. Я бы сказал так, не то, чтобы они не давали практике, они, к сожалению, не готовят нас к реальному общению. Более того, там есть еще целый ряд проблем. А давайте-ка посмотрим на сильные стороны этого подхода и на слабые стороны. Сильные стороны вы сами уже отметили. Во-первых, тексты получаются не оригинальные, они стандартные, они идут как под копирку. Правда же? А это слабая сторона. Почему? Потому что, когда от ребенка требуется оригинальный текст, он просто не в силах его создать. Он цепляется за изученные шаблоны. Упор в таком подходе к обучению письменной речи делается весь на репродуктивную работу, но никак не на продуктивную. Мы постоянно репродуцируем, постоянно воспроизводим те формы, которые нам знакомы, и работаем в тех же шаблонах. Совершенно не учитывается адресат и коммуникативная ситуация. Посмотрите, пожалуйста, мы ведь с вами не учли, что в задании говорится describe, а вовсе не tell about. Мы начали как в знакомом шаблоне. Мы начали tell about. Или вообще задание дается speak about, то есть вообще не издается никакой формат. А ведь и адресат тоже на многое влияет. Например, если мы будем писать какому-то близкому другу или подруге письмо, у нас будет одно содержание и оформление текста, правда? Если мы будем писать письмо пожилому родственнику, совсем по-другому будет звучать. И по тексту, и по оформлению, и по стилю, и по содержанию. И не учитывается то, что у детей уже могут быть какие-то умения. Может быть, ребенок кто-то и по-другому скажет, но мы его втискиваем в эти рамки шаблона. Задается вопрос, какие способы расширить колористическое мышление для написания сочинения рассуждения. Расскажу. Обязательно расскажу сегодня. Какие плюсы у этого подхода? Плюсы тоже есть. Прежде всего, легко проверять и оценивать такую работу. Грамматику, лексику оценили, соответственно, стандарту оценили. Замечательно. Такой подход очень удобен в больших классах, потому что, по крайней мере, дети производят стандартные произведения, выдают на гора, и мы в итоге знаем, что нам не придется тратить много сил и времени. Очень удобно устраивать, например, peer-correction. Быстренько обменялись работами, нашли ошибки, скажу вам, как поставить оценку, за сколько ошибок, что ставим, и все. Замечательно просто с этой точки зрения. Такой подход дает основу для письменной речи в ряде жизненных ситуаций. То есть есть определенные ситуации, если мы достаточно удачно выбрали учебный текст, то эти ситуации, дети с ними справятся. Другая проблема в том, что часов-то у нас не так много, и поэтому на все жизненные ситуации все равно невозможно дать свои шаблоны, их просто не предусмотреть. И, наконец, еще одна сильная сторона такого подхода заключается в том, что он позволяет научить школьников анализировать тексты с лингвистической точки зрения, смотреть на грамматику, смотреть на лексику, то есть смотреть на внутреннюю механику этих текстов. Но, знаете, наверное, и минусы, и плюсы, когда-то это удобно, а в чем-то минусы, может быть, и перевешивают. Давайте посмотрим на то, нет ли еще каких-то способов научить детей хотя бы коммуникативную ситуацию учитывать и использовать, и ситуацию, и адресата. Такие способы есть. Еще один подход, вернее, целая группа подходов, которая сейчас широко стала применяться, называется, ну, по-русски, наверное, можно назвать жанровый подход. В англоязычной методике она называется genre informed, genre and style based и так далее, или просто genre approach. Этот подход разрабатывается активно с конца 1980-х годов, когда начали появляться первые работы, а большие публикации об этом подходе начали появляться в 1993-1994 годах. Что же этот подход собой представляет? Вот здесь основное внимание уже не на тексте, образце, не на форме текста, не на шаблоне, а на жанре как социальном продукте. А что такое социальный продукт? Ну, жанр — это всегда способ общения социального. Где-то у нас требуется жанр личного письма, где-то у нас требуется жанр официального письма, но у жанра в любом случае есть определенная цель, правда же, для использования чего-то. Это может быть цель просто сказать красиво, чтобы люди получили удовольствие, это может быть поэзия, то есть упор на форму тоже может быть, но в основном у него совершенно четкие функциональные стили. И учет широкого контекста. А контекст — это в какой ситуации будет написана работа, в какой она будет прочитана и так далее, с точки зрения письменной речи. То есть этот подход позволяет ученикам понять зависимость текста от его широкого контекста, то есть от адресата, кому мы пишем, от цели и задач высказывания. Я думаю, вы согласитесь, что поменяя адресата, и текст уже должен стать немножко другим. Поменяем мы цель, он совершенно другим становится. У нас есть какие-то сиюминутные задачи, которые мы решаем с письменным текстом, и они тоже будут решаться совсем по-разному, даже в рамках одного и того же жанра. Но по этапам работы жанровый подход очень похож на подход, основанный на продукте. Давайте мы посмотрим на этапы работы. Первый момент. С чего мы начинаем? Точно так же с анализа. Анализ примера жанра. Но сразу я хочу сказать, здесь вместо искусственно написанного текста мы предъявляем детям для анализа аутентичный пример. То есть, например, если мы говорим об описании дома, мы можем показать детям описание дома, которое приготовил агент по торговле недвижимостью, готовит дом к продаже. Или можем показать пример жанра статьи, где рассказывается про дом какой-то знаменитости. Правда же? Затем идут упражнения на отработку необходимых языковых форм с учетом адресата и цели текста. Как эти языковые формы отработать, на самом деле, очень просто. Предположим, мы работаем над написанием личного письма, поскольку там адресат наиболее очевиден. Разбиваем класс на микрогруппы и даем всему классу одно и то же задание. Вы получили письмо от вашего друга из-за границы. Он хочет навестить вас в январе, потому что ему очень интересно посмотреть, как в России празднуется Новый год, но беспокоится о погоде и просит посоветовать, какую одежду ему с собой взять и чего вообще ожидать от климата. Но в каждой микрогруппе мы добавляем свое условие. В какой-то микрогруппе это будет письмо от канадца, и ему надо ответ написать, а в Канаде, вы знаете, климат очень похож на наш, а в какой-то группе это будет письмо от африканца. То есть задание-то вроде бы одно и то же, но из-за адресата полностью будет меняться содержание, потому что объяснить канадцу, что такое холодная и зимняя одежда, пожалуй, гораздо проще, чем объяснить это африканцу, которому надо подробнее описать, из чего одежда сделана, что такое минусовая температура, как она чувствуется и прочее. То есть вот таких вот моментов очень много привести можно. И цель текста совершенно тоже можно менять. Напишите текст, чтобы убедить, напишите текст, чтобы проиллюстрировать, рассказать, продемонстрировать и так далее. И, наконец, после того, как мы проанализировали аутентичный текст, после того, как мы отработали необходимые языковые формы, мы переходим к свободному написанию короткого текста в нужном жанре. Давайте-ка мы посмотрим с вами теперь снова на минусы и плюсы жанрового подхода. Среди плюсов можно привести следующее. У нас есть пример текста. Мы его изучаем, текст аутентичный, то есть мы учимся говорить уже не искусственными фразами, а общаться в таких ситуациях, с которыми сталкиваются носители языка. И мы смотрим на реальные примеры общения письменного. Дети получают возможность гибко откликаться на контекст. Они смогут адаптировать свою работу и к адресату их конкретной коммуникативной цели и задачи. Мы не только обращаем внимание на форму текста, но и на его функцию. То есть мы отвечаем на вопросы не только как писать, но и зачем писать. И, наконец, анализ позволяет выявить общие особенности разных жанров. То есть, например, жанры-то бывают разные, скажем, личное письмо отличается от делового, но особенностей разных много, все равно общих. То есть и обращение должно быть, и завершение письма правды, и разбивка на абзаце, и адрес мы свой пишем в совершенно определенном формате. То есть вот такие вот моменты получаются. Но и минусов у этого подхода хватает. Прежде всего, для того, чтобы один минус объяснить, давайте мы с вами посмотрим на одно лингвистическое понятие. Жанр относится к тому, что в математике называется нечетким множеством. По-английски это называется «fazer notions». Что такое нечеткие множества? Дело в том, что границы жанра очень размыты. И иногда бывает очень трудно сказать, а почему, собственно, текст относится к тому жанру, а не к другому. Вот давайте проведем маленький эксперимент. Скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги, для поэзии какие особенности характерны? То есть чем отличается поэзия от других видов текстов, от других жанров? Рифма. Правильно? Большинство из вас пишут. Хорошо. А если мы с вами посмотрим на современную английскую поэзию, которая очень-очень стала похожа на поэзию X века нашей эры, то есть на Биавульфа, рифмы там почти нет. Вместо рифмы все строится на ритме. Белый стих и аллитерационный стих. Совершенно нет рифмы. Более того, а давайте вспомним из истории собственной нашей российской литературы. У Тургенева есть стихотворение в прозе. Правда? Воробей, русский язык и так далее. Тоже никакой рифмы нет. Более того, он сразу честно говорит, это стихотворение, но оно в прозе. А почему же оно относится к поэзии? А Гоголь, если мы вспомним, «Мертвые души» — это какой жанр произведения? Поэма. Верно. Вот правильно пишут коллеги. Мелодичность, эмоциональность, верлибр, эпитеты и так далее — это все характерные особенности поэзии. Они гораздо более поэтичны, эти тексты, правда же, чем прозаические произведения. Хорошо. Теперь следующий вопрос из русской литературы. А Евгений Онегин — это что по жанру? Роман, правильно, роман в стихах. И причем, посмотрите, как интересно. Вроде бы рифмы есть, но Евгений Онегин становится романом. Почему? А потому что у него гораздо больше черт, характерных для жанра романа, завязка, герои, кульминация, развязка — абсолютно типичные вещи для романов. А то, что он написан еще и поэтическим языком рифмованный, ну, рифмованные строчки, несмотря на всю гениальность Пушкина, они здесь не главные. Гораздо главнее напряжение, то, что Пушкин создал типичных героев своего времени и так далее. То есть, посмотрите, как интересно получается. Но давайте вернемся к проблемам обучения. О чем это говорит? К сожалению, жанр определить очень трудно. Лингвисты-когнитологи пришли вот к какому выводу. К жанрам применима теория прототипов. То есть, для того, чтобы сказать, что текст относится к определенному жанру, необходимо, чтобы в этом тексте сошлись вместе определенное количество признаков этого жанра. Но поскольку признаков-то у жанра гораздо больше, то нет единого списка, например, признаки номер 1, 2, 3, 4, их достаточно, а если признак номер 5, 6, то это уже дополнение. Вместо признака номер 2 может быть признак номер 6 и так далее. А мозг наш сам решает, к какому жанру данный текст относится. И, к сожалению, из этого следует простой вывод. Не бывает и не может быть чистого образца жанра. То есть, все равно тот пример текста, который мы детям предъявляем, вовсе не обязательно чистый образец. В США, например, одним образом агенты по торговой и недвижимости описывают дома, а в Великобритании могут описывать совсем по-другому. Причем там будет и риторическая организация разная, и лексика, которая используется разная, и так далее. То есть, уже не так нас спасает эта ситуация, поэтому это минус подхода. Такой подход, опять же, не дает детям возможности научить создавать тексты неизученных жанров. Если дети научились писать личное письмо, вовсе не факт, что они так же легко смогут, не изучая специально, написать, например, letter of application, письмо с заявлением о приеме на работу. То есть, опять же, у этого подхода есть свои ограничения. И, наконец, есть еще одна проблема. Как бы мы с вами не любили аутентичные тексты, они не всегда интересны ученикам. Отчасти потому, что дети до них еще не дозрели, тексты для них концептуально сложны. Отчасти потому, что тексты могут быть с точки зрения языка достаточно сложные, не все слова известны, не все понятно. Да и структура может быть синтаксическая сложная. Так что это тоже один из минусов, которые часто перечисляют, когда говорят о жанровом подходе. Что же можно сделать? Можно ли каким-то образом все-таки научить детей создавать произведения оригинальные? Не всегда понятно, пишет Ольга. Действительно, тексты не всегда бывают понятные. Поддержит ее Светлана Владимировна Титаренко. Я с вами абсолютно согласен. Вот для того, чтобы анализировать жанр в рамках жанрового подхода, я вам просто покажу, какие вопросы предлагают зарубежные авторы. Как они помогают детей сориентировать. Например, what is your genre and does it affect what content you can or should include? Objective information, research source material, your own opinions, personal experience. Does your genre call for any specific strategies? Profiles, for example, usually include some narration. Lab reports often explain the process. Does your genre require a certain organization? Most proposals, for example, first identify a problem and then offer a solution. И так далее. То есть, стратегия, организация, тон, формальный и неформальный язык, средства, например, кому что-то надо на бумаге писать, а что-то можно по электронной почте послать. И, наконец, design requirements, то есть формат, раскладку текста. Вот такие вещи анализируют, и они действительно зависят очень сильно от жанра. То есть, посмотрите, с одной стороны мы учитываем контекст ситуации, но с другой этого явно недостаточно. Какой же подход может нам еще помочь? Есть еще один подход, который называется по-английски Process-Oriented Approach. Это подход, ориентированный на процесс. У него тоже есть свои минусы и свои плюсы. Давайте-ка мы с вами посмотрим на сущность этого подхода и попробуем решить, не больше ли у него плюсов или, может быть, минусов. Вот пишет Наталья Пермякова. За три часа эссе нереально научит писать. Наталья Бардак пишет, надо приучать писать детей диктанты с первых дней. И так далее. Ну вот, давайте как раз посмотрим на эти моменты. Ольга Артюшина спрашивает, сколько же тогда должно быть в средней школе часов в неделю? Коллеги, насчет часов в неделю я могу сказать только то, что вот давайте мы с вами лучше попытаемся рассуждать не о том, сколько их должно быть. На мой взгляд, чем больше, тем лучше, конечно. Давайте мы попытаемся посмотреть на то, как мы можем в рамках существующих часов научить детей писать по-английски, в том числе готовиться к ЕГЭ. Итак, подход, ориентированный на процесс, он разрабатывается с середины 1970-х годов. Основное внимание здесь уделяется не форме высказывания, а развитию умений письменной речи. Причем эти умения можно развивать с самых первых уроков обучения иностранному языку. И вот этот момент важный, потому что мы сможем уделять письменной речи как можно бы побольше внимания, чем нам удается сейчас. Как хорошо очень описали этот подход, один из авторов, «Learning how to write by writing», то есть основное внимание уделяется коммуникативной стороне письменной речи. Этот подход позволяет развивать информационную компетенцию учащихся, то есть находить информацию и собирать ее для того, чтобы научить детей создавать произведения письменной речи. И более того, в рамках этого подхода дети будут создавать оригинальные произведения письменной речи. Каким образом? Давайте посмотрим на его этапы. Первое. Дети знакомятся с коммуникативной задачей и начинают собирать информацию. Информацию можно собирать разными путями, то есть прочитали тему того же эссе, посмотрели на нее и думаем, о чем мы можем здесь сказать. Информацию можно собирать по-разному. Это может быть brainstorm, это может быть в качестве способа сбора информации из текста, прочитать разные тексты, послушать какой-то текст, из него информацию выписать, провести опрос в классе, чтобы помочь друг другу сформулировать мнение и так далее. То есть вот мы сейчас как раз и поговорим о том, я откликаюсь на комментарии Елены Пушкаревой, как научить детей придумать то, о чем писать, потому что процессы на самом деле лежат в основе абсолютно одинаковые, что на родном языке, что на языке изучаемом. После того, как мы собрали информацию, мы ее начинаем организовывать. Здесь организация имеется в виду и логическая, найти связи между теми идеями, которые мы взяли, и графическая, как мы покажем вот эти вот логические связи на письме между этими моментами. Я покажу вам примеры. И, наконец, отбираем информацию нужную, выбрасываем ненужную, то есть происходит фокусировка идей. Следующий этап – это написание первого варианта текста. Обратите, пожалуйста, внимание, дети пока не видели никаких образцов. Они сами с нашей помощью интерпретировали тему, с нашей помощью собрали информацию, мы им помогли ее логически организовать, и дети садятся и учатся писать, как у них получается. После того, как они сделали первый вариант письменной работы, мы с ними ее обсуждаем и помогаем детям скорректировать текст. И после этого, наконец, дети создают новый вариант, мы опять можем с ними ее обсудить, если необходимо, либо сразу итоговой. Я думаю, вы все обратили внимание, что такая работа требует очень значительного времени. И в условиях наших классов мы вряд ли сможем ее именно в таком ключе, с такими, со всеми этапами, ее качественно провести. Правда? Вот пишет, например, коллеги, что группа большие, 23-24 человека, а трудно, дети работают только на первых партах и так далее. Вот давайте-ка мы посмотрим, каким же образом этот подход можно было бы усовершенствовать. Но сначала посмотрим на минусы и плюсы. Плюсов очень много, и минус тоже есть. Основной плюс в том, что подход отражает естественный процесс создания любого текста на любом языке. Ведь действительно, давайте мы с вами подумаем, когда мы собираемся написать, например, личное письмо кому-то из друзей или родственников, мы с чего начинаем? Мы садимся и начинаем думать. Ага, вот об этом не забыть написать, вот еще об этом расскажу, и вот это вот. А вот о том я, пожалуй, рассказывать не буду. Этим друзьям это неинтересно, а об этом мне и самому рассказывать не хочется. Правда же? Бывают такие ситуации. То есть это естественная вещь. Потом мы информацию, когда ее собрали, говорим, сначала я напишу об этом, а потом я напишу о том, а вот тут еще вот такая вот идея будет, напишу, пожалуй, и об этом. Такой подход позволяет научить детей создавать оригинальные тексты на любую тему и в любой ситуации. И это тоже плюс, естественно. И он опирается на уже сложившиеся умения учащихся, либо позволяет их развивать. Но вы знаете, на каждый плюс практически здесь можно найти минус. Первый минус. Такой подход не дает детям достаточно возможности для лингвистического анализа, хотя бы потому, что анализировать здесь нечего. Мы не предъявляем никаких примеров текстов. Он требует гораздо больше времени, чем просто дали образец, изучили и написали. Правда же? Алгоритм тоже может меняться. Если нам, когда мы пишем эссе, нам действительно надо иногда черновик написать, а потом финальный вариант, то когда мы открытку пишем кому-то, мы без черновиков обходимся, и никакого брейнстома особого не бывает тоже. Он проходит очень быстро. Как же можно усовершенствовать этот подход? Усовершенствовать можно вот таким образом, чтобы он позволял и анализировать, и текст пример мы могли бы детям дать. То есть обращать внимание не только на процесс, но и на форму, оставив сильные стороны каждого из подходов. Первый момент. Мы можем дополнить этапы. Начинаем с чего? Знакомимся с коммуникативной задачей и собираем информацию, которая включает и контекст. То есть для кого пишем, зачем мы пишем, как из-за этого надо написать. После этого начинаем информацию, собранную, организовывать. Сейчас расскажу, как это можно делать. Отбираем нужную, а ненужную просто вычеркиваем. Пишем первый вариант текста, а вот после этого мы начинаем анализировать аутентичный пример текста. Для чего? Не для того, чтобы его потом скопировать, а для того, чтобы понять. Сравнить его с своим наброском и понять, где у меня в моей работе, которую написал как ученик, сильные стороны, а где сильные стороны в тексте, то есть в примере, какие идеи можем взять. То есть задание может быть следующим образом сформулировано. После этого мы обсуждаем собственные тексты, это может быть и peer correction, и делаем корректировку. И затем создаем новый вариант, либо итоговый. Как может строиться работа? А вот давайте мы посмотрим на практику обучения, и теперь поговорим об эссе. Что же такое эссе, для того, чтобы понять? Ну, во-первых, у эссе есть определенная структура, определенные цели и определенная типология. Я не буду много говорить сегодня про типологию, хотя бы потому, что для наших с вами практических целей, а именно для ЕГЭ, нам надо владеть умением написания двух типов развернутых высказываний. Это foreign against эссе и opinion эссе. Я позволю себе привести вам одно из определений эссе из словаря методических терминов. Оно звучит следующим образом. Эссе – это письменная работа значительной длины. В особенности такая, которая написана студентом как часть курса обучения или писателем, пишущим для публикации. Которая выражает точку зрения автора на какую-либо тему. Эссе часто организовано в соответствии с рядом узнаваемых риторических форм и обычно содержит следующие разделы. Разделы такие – введения. Оно представляет тему и содержит утверждение тезиса. Аргументационная часть. Представляет собой серию абзацев, каждый из которых содержит тематическое предложение, то есть предложение, которое суммирует идею абзаца. А абзацы в аргументационной части эссе поддерживают и развивают утверждение тезиса. Заключение. Суммирует сказанное и часто предлагает решение или прогноз. Это я вам привел определение из Long Conduction of Language Teaching and Applied Linguistics, которое было создано еще в 92-м году. С тех пор очень мало что изменилось. В ЕГЭ, обратите внимание, часть С2 называется не эссе, а письменное высказание с элементами рассуждения по предложенной проблеме. Почему? Потому что оно позволяет избежать жесткой привязки к формату зарубежного эссе. Тем не менее, давайте мы посмотрим на задание в ЕГЭ, и мы увидим, что по формату, по сути, оно, в общем-то, прекрасно отражает структуру традиционного эссе. Задание следующее, я его взял из демо-версии. Comment on the following statement. Some people think that extreme spots help to build character. И затем идет задание. What is your opinion? Do you agree with this statement? То есть мы какое пишем? Foreign against или opinion essay? Конечно, opinion essay. У нас задается объем, 200-250 слов, и мы сейчас поговорим о том, можно ли меньше или больше написать. И у нас дается план. И та же самая структура, как в эссе. На каждый пункт плана вполне можно написать отдельный абзац. И с этой точки зрения прекрасно структура отражает структуру традиционного, так называемого, Five Paragraph Essay, который дети учатся писать в британских и американских школах, то есть в странах изучаемого языка, а также в канадских, новозеландских, австралийских и так далее. Как же можно обучать детей написанию эссе? Давайте мы еще раз вспомним этапы работы вот такого усовершенствованного подхода. Process Oriented. Знакомство сначала идет с коммуникативной задачей сбора информации, затем организация собранной информации, и отбираем ненужную. Написание первого варианта текста, анализ аутентичного примера текста нужного жанра для сравнения с своим наброском и выявления достоинств и недостатков, обсуждение корректировки текста и создание итогового варианта. Вот это суть подхода. Давайте мы теперь посмотрим на приемы, которые нам могут пригодиться для того, чтобы в рамках этого подхода дети учились писать эффективные эссе, которые сработали бы в том числе и на ЕГЭ. Знакомство с задачей. На какие вопросы нам надо ответить? Прежде всего детям нужно понять, какой тип эссе требуется, foreign against или opinion. Как это понять, мы с вами только что видели, естественно. Какая задача стоит в соответствии с этим типом эссе? Только ли привести аргументы безлично, это foreign against эссе, да? Выразить личную точку зрения, это opinion essay. Подтвердить ее правоту, это тоже opinion essay. Убедить читателя и так далее. Как я говорил, есть множество разных типов эссе. Кто адресат текста? А на что это влияет? Поскольку дети понимают, что читать будет взрослый человек, учитель, то это влияет на стиль, на степень формальности, неформальности текста, нейтральный стиль и так далее. А стиль, в свою очередь, влечет за собой определенный совершенно выбор языковых средств. Если в личном письме, например, мы сокращений много можем использовать, то в нейтральном стиле сокращения не очень приветствуются. Правда же? Хотя и допустимо. Давайте мы посмотрим на примеры того, как современные отечественные учебники позволяют детям помочь понять, какой тип эссе требуется и как это все делать. Комментирует Оксана Владимировна Карц. А, нет, прошу прощения, Ольга Ямакова. Сказали, что объем и план взят у носителей языка. Совершенно верно. И объем, и структура эссе на ЕГЭ, она сейчас фактически очень-очень приближена к структуре экзаменационного эссе на других международных экзаменах. И по объему, и по структуре, как я уже говорил. Давайте посмотрим на пример из учебника happyenglish.ru для 10 класса. Обратите внимание, пожалуйста, коллеги. Сейчас вышли в соответствии с новым стандартом обновленные учебники для 10 и для 11 классов. Они переработаны. У каждого из учебников есть уголок. Вот такой, на котором написано федеральный государственный образовательный стандарт. Который показывает, подтверждает, что этот учебник прошел экспертизу и входит в федеральный перечень, как учебник, соответствующий в ГОС. В учебнике для 10 класса теперь появилась рубрика exam know-how. Туда кое-что сместилось из того, что было в 11 классе, и кое-что добавлено. А в 11 классе рубрика exam know-how совершенно новая. И мы с вами посмотрим на примеры из этих рубрик. Итак, посмотрите, пожалуйста, как авторы здесь объясняют. Суть вопроса. Очень важно понять суть вопроса. Зачастую одна и та же тема может быть сформулирована по-разному. Приводится вариант формулировок этих тем и объясняется, что они означают и почему. Пример из учебника happyenglish.ru для 10 класса точно так же. Мы учим детей писать эссе с элементами рассуждения. Посмотрите, мы сравниваем структуру. Эссе с аргументами за и против и эссе с элементами рассуждения. А затем нам даются опоры и алгоритм написания этой работы. А вот пример из учебника enjoyenglish для 10 класса. Это пример из приложения learning strategies. Объясняется, как писать opinion essay. Дается структура его. И даются критерии, чтобы дети сами приучались проверять свою работу. Причем посмотрите, что мы проверяем. И содержание, и даются опорные вопросы. И словарные запасы грамматику. И организацию и логику. И регистр и формат, то есть степень формальности и неформальности. И, наконец, учет аудитории. Target reader. Вот пример из учебника new learning english для 10 класса. Детей также учат писать эссе. И даются все элементы этой работы. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание. Выходят обновленные учебники new learning english для 10 и 11 классов. К ним добавлено приложение get ready for the state exam, которое специально направлено на подготовку к ЕГЭ. То есть не только задания раскиданы по текстам учебников, но еще дополнительная информация и задания даны в специальных приложениях. Как можно собирать информацию? Как можно его организовать? Кто-то пишет, Кауфман считаем вообще не соответствует. Не соответствует чему именно? Я просто пропустил комментарии. Чуть-чуть отлистаю. Какой учебник удачный для подготовки к ЕГЭ? Кто-то пишет, кембриджский или оксфордский. Коллеги, кембриджский или оксфордский учебники не подготовят к ЕГЭ по одной простой причине. Формат экзамена отличается. Да, формат ЕГЭ примерно на 70% совпадает с форматом таких экзаменов, как, например, First Certificate. Но остальные 30% абсолютно другие. Если вы будете готовить только по кембриджским или оксфордским учебникам, то вы подготовите к другому экзамену на ЕГЭ, высоких результатов не будет, к сожалению. Вот именно как раз, я думаю, это отвечает на вопрос, почему не начать обучать детей по оксфордским учебникам. В качестве дополнительных вы вполне можете их использовать. Вопрос. Кауфман для 10-11 классов вышел только в этом году. Да, переработанные учебники вышли только в этом году. Те, которые соответствуют в ГОС и где есть рубрика «Экзам нау-хау». Там большая очень информация. Недостаточно информации как по грамматике, так и письму, пишут коллеги. По письму информация включена в учебники, начиная со 2-го класса. Довольно интересно. И 10-11 класс очень подробно идет по письму обучения. По грамматике в 10-11 классе дается специальный грамматический справочник, причем не только за курс старшей школы, но и за все предыдущие годы обучения. А в рабочих тетрадях очень много упражнений на отработку грамматики. Но вернемся, тем не менее, иначе мы сейчас начнем с вами обсуждать конкретные учебники. Давайте мы вернемся к методике все-таки. Как можно собирать информацию? Во-первых, мы можем провести брейнстом, когда дети выдают любые идеи, которые им придут в голову. Неважно, очень связана эта идея с темой или не очень. Все эти идеи мы записываем, а потом же начинаем с ними работать. Можно провести, как я говорил, опрос. Можно извлечь информацию из текста или ряда текстов, которые дети читали. Можно взять информацию из аудиозаписи, видеоролика или интернет-источников. То есть собирать можно из самых разных источников. Вот примеры того, как мы берем, если посмотрим на учебники, информацию из разных источников. Перед вами пример страницы из рабочей тетради к учебнику Enjoy English для 10 класса. Посмотрите, мы сначала поговорили на определенную тему с детьми, их мнение собрали, а затем дети слушают текст и из текста выделяют информацию, вносят ее в таблицу. То есть ее логически организовывают. Пример из учебника Enjoy English для 11 класса. Опять же, мы берем информацию из текста для аудирования, расписываем ее по таблице, затем личное мнение, формируем свое отношение, добавляем информацию, обсуждаем вопросы, то есть смотрим на мнение партнера, и после этого мы создаем нашу с вами работу. А вот пример из учебника New Learning English для 11 класса. Точно так же мы информацию готовим, слушаем и записываем по уже предложенной нам опоре. Как информацию можно организовать? Организовать можно следующим образом. Во-первых, должна быть организация графическая. То есть мы не просто идею в свободном порядке пишем на доске, мы их потом перегруппируем. Это может быть brainstorm map, это может быть mind map, это может быть диаграмма дерева, которая очень напоминает генеалогическое древо, например, вверху у нас квадратик с одним словом или идеей, потом от него идут ответвления к следующим, и так далее, к низу спускается, размножается. Это может быть кластерами, когда мы, например, в левом углу доски пишем ключевую идею, и вокруг нее слова, которые помогают нам понять и лексику, и идеи дополнительные. В правом углу доски мы пишем другую ключевую идею, и вокруг нее идеи тоже пишем, и так далее. Что важно? Есть целый ряд исследований, которые показывают, если у нас нет этапа графической организации в работе, в подготовке к написанию любого текста, то, к сожалению, результат не очень высокий получается. Проводились и другие исследования для того, чтобы понять, какой из способов графической организации более эффективный. И вот те исследования показали, они все абсолютно одинаково эффективны. То есть, если вам удобнее делать brainstorm map, пожалуйста, пишите brainstorm map. Если кому-то удобно сделать диаграмму дерева, можно делать вот так. Если кому-то просто доску удобно разделить на две части, в одной части аргумента за, в другой против, можно делать так. Самое главное, если мы используем этап графической организации, то у нас получается хороший результат. Если мы этого этапа не используем, то, к сожалению, результат хорошего не получается. А после этого мы начинаем логически организовывать тексты. Каким образом мы их логически организуем? Это может быть организация по важности. Например, от наименее важного к наиболее важному аргументу. Или, наоборот, от наиболее важного к наименее важному. Если это рассказ, организован текст, может быть, в фронологическом порядке. Сначала случилось то-то, потом следующее, а потом следующий момент. Если мы описываем что-то, то организация пространственная. Слева направо, справа налево, сверху вниз для высоких зданий людей, снизу вверх, от краев к центру. Или, если мы квартиру описываем, то можем устроить так называемый walking tour. Сначала входите туда-то, видите перед собой, а затем идете туда-то, видите то-то и так далее. То есть в порядке прогулки. Но текст организуется логически. И даже ставим цифры, о чем мы сначала напишем, о чем мы напишем позже. Вот примеры такой и графической, и логической организации. Сейчас вы перед собой видите brainstorm map. Если бы убрать эти кружочки, просто получилось бы кластеринг. Очень неплохая опора для того, чтобы информацию и собрать, и организовать ее удобно было. Пример из New Line of English для 10 класса. Посмотрите, мы готовимся писать эссе на тему computerized education. Мы читаем задание, и у нас диаграмма, видите, вот такая, которая позволяет информацию собрать. Затем начинаем производить отбор нужной информации. Уважаемые коллеги, я хотел бы вас попросить все-таки, поскольку вы начинаете уже обсуждать учебники и прочее, дело в том, что я тогда просто не смогу отвечать на ваши вопросы, потому что они замусориваются большим количеством реплик. Поэтому давайте мы все-таки используем это время для того, чтобы поговорить по теме вебинара, а не об обучении грамматике. Я вам скажу еще полезные вещи про обучение грамматике, кстати, тоже. Итак, отбор нужной информации. Учет адресата. То есть здесь мы смотрим на то, о чем стоит и о чем не стоит рассказывать. И выполняем упражнение на адресованность текста. Я про это вам уже говорил, в качестве примера личное письмо приводил. Опорные вопросы. Вот какие могут быть для отбора нужной информации. Например, what is the most important argument? What arguments are easy to contradict? И так далее. Выбрали информацию нужную, ненужную, зачеркнули. Посмотрите, как мы это делаем. Учебник, пример из учебника New Millennium English для 10 класса. Мы говорим об успехе. Даем в качестве показателей успеха определенные параметры. Просим детей дополнить информацией. И, наконец, дается задание. What do you think is most important for achieving success in life? Explain your point of view. Опять же, детям даны опоры, но аргументы дети приводят здесь сами. Пытаются придумать и объяснить, почему. Подобный же пример в учебнике New Millennium English для 11 класса. Когда мы говорим о работе, и мы говорим о том, что важно для работы. И физические качества, и личные, и умения, и прочие моменты. Написание первого варианта. Дети создают текст в ответ на проанализированные уже задания и с использованием отобранной информации. А вот учитель в это время дает детям опоры. Опоры очень важны. И я думаю, те коллеги, которые писали, что без шаблонов никуда, я думаю, вы согласитесь. Если это не шаблон, то опора должна быть обязательно. Правда? В чем может выражаться опора? И в определенных списках лексики и необходимых выражений. И в каких-то скелетных построениях для эссе. Правда же? И консультируем по лексике и грамматике. А давайте посмотрим, каким образом мы можем эти опоры организовать. Сейчас перед вами отрывок вот из этой книги, которая называется «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать». Книга совсем небольшая, но очень удобное пособие. Оно выходит с аудиодиском, поскольку про аудиодиски часто задают вопросы. Он уже прилагается к пособию. Авторы этой книги пособия Евы Костюк и Евы Боголюбова. Я скажу, где можно взять более подробную информацию. И посмотрите, пожалуйста, как идет речь. Здесь в этой книге информация дается алгоритм работы «Типичные ошибки в каждой из частей ЕГЭ». Посмотрите, как идет речь про письменную речь. До написания эссе. Мы смотрим на то, на какие вопросы надо ответить, на что обратить внимание. Правда же? Затем идет опора, продолжаем из этой книги, на то, как распределяются идеи основные по абзацам. И мы смотрим на примеры, на конкретные их разбираем, что удачно, а что неудачно. После этого мы начинаем анализировать пример текста. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, текст дается не в качестве образца для подражания, то есть не в качестве шаблона, которому мы должны следовать, а как материал для анализа. То есть задание может звучать таким образом. Read the essay written by a British student. What do you like about it? What could be improved? И по результатам анализа мы вместе с детьми делаем для себя выводы по ключевым особенностям жанра. После этого мы анализируем собственный вариант и выявляем его достоинства и недостатки. Вот в этом случае очень удобно работает peer correction. Почему? Потому что собственный текст трудно проанализировать. Глаз замыливается, вы еще от этого текста не отчуждены, он еще ваш родной, и тяжело заметить какие-то недостатки. Друг у друга дети недостатки найдут гораздо быстрее. Если даже дети посчитают что-то за ошибку, что ошибкой является, это не беда, это просто повод понять, что еще ребенок не понял, и ему объяснить. И очень удачно то, что когда сверстники показывают, вот это мне не нравится, а вот это я вообще не понял, о чем идет речь, то это, как правило, гораздо более убедительным является доказательством не очень высокого качества текста для ученика, чем когда учитель говорит, что вот тут у вас ошибка и так далее. Посмотрите примеры такого текста. Это, опять же, пример из учебника Neemilion English для 10 класса. Мы даем именно эссе, написанное британской школьницей, дети его анализируют, они смотрят на структуру этого эссе, они смотрят на текст, и после этого идет работа над собственными произведениями, то есть это не модель для воспроизведения, не шаблон, а именно пример для того, чтобы подумать, проанализировать и обратить внимание на собственную работу. У нас могут быть опоры, как я уже говорил, и это работает удобнее, чем шаблоны. Опоры могут находить вот такое выражение. Посмотрите, как мы можем, это рубрика Language Support, как мы можем выразить общую идею или общую проблему. General Statement of the Problem. Какие кусочки предложения нам нужны. Points for. Как мы можем высказать их. Points against. Conclusion. То есть все вот эти вот моменты. Подобный этап анализа обязательно есть в учебниках HappyEnglish.ru для 10 класса. Посмотрите, например, задание следующее. Прочитайте образец эссе, назовите его сильные стороны и недостатки, исправьте их, то есть идет анализ. После этого прочитайте эссе и проанализируйте их с точки зрения структуры и соответствия теме. Что соответствует, а что надо исправить. То есть мы учимся как раз анализировать, а не просто воспроизводить, копировать какой-то текст. Точно так же. Прочитайте выдержку из эссе и проанализируйте его с точки зрения уместности использования выделенных фрагментов. Выберите, внесите необходимые исправления. То есть мы смотрим, где информация лишняя, а где ее не хватает. Как раз вместе с детьми анализируем. И, наконец, идет этап корректировки текста. Что мы здесь делаем? Здесь мы привлекаем внимание учеников к особенностям жанра на примерах их собственного наброска и примерного текста эссе. Учащиеся, как я говорил, не только отмечают недостатки своих текстов, но и намечают способы исправления. Эти способы включают в себя и лексику, и грамматику, и структуру, и аргументацию текста. И в качестве задания, обычно домашнего, ученики пишут итоговый вариант эссе. Вот как алгоритм обучения преподносится в учебнике Enjoy English для 10 класса. Здесь он дается на примере статьи, но вот те самые этапы. Первый шаг, первый этап, как собрать информацию. Второй, как спланировать и написать набросок, исправить, на что посмотреть, на что обратить внимание, как сделать финальный вариант. Алгоритм обучения также приводится, вот это вот как раз пример из рубрики Get Ready for the State Exam, из учебника New Millennium English для 10 класса. Нам дается все по шагам, как надо делать. Мы смотрим на вопросы, которые нам необходимы, примерное задание, а затем мы анализируем примерный тип, примерное эссе, но не как образец, как шаблон, а именно с точки зрения того, что здесь можно взять, позаимствовать, а что можно поправить. Организация текста. Каким образом можно помочь детям? О следующем. Пример из учебника HappyEnglish.ru для 11 класса, из нового учебника, который переработан под в ГОС, то есть добавлена рубрика exam know-how в том числе. Прочитайте план написания сочинений на 200-250 слов. Дается этот план организации и анализируем сочинение на предмет соответствия заданию или плану, то есть учимся смотреть, а правильно ли мы это делаем. Логическая организация и работа с лексикой. Вот один из примеров из учебника New Millennium English для 10 класса. Вот у нас информация логическая, вот у нас лексика дается в качестве опоры в среднем столбце, и, наконец, выражения, которые нам могут пригодиться для написания сочинения. Таким образом. Вот расширение словарного запаса. Мы видим на примере учебника New English для 9 класса. Посмотрите, нам дается задание на эссе, дается начало абзаца, и даются опоры для того, чтобы этот абзац расширить с точки зрения лексики. И так по каждому из абзацев дается. То есть мы учимся как раз писать тексты хорошего качества. Давайте теперь мы посмотрим на оценивание эссе. Перед вами таблица из демоверсии. Чего же от нас захотят на ЕГЭ? То есть я думаю, что я смог вам показать, каким образом вы можете взять информацию, где взять ее в ОМК, и на что стоит обратить внимание. Кто-то спрашивает, сколько времени нужно, чтобы такой анализ провести, а еще не всем ведь интересно. Коллеги, анализ требует не такого большого времени. Его можно провести всем классом вслух, его можно провести, дети могут делать индивидуально, и как раз именно говорить о том, что нам может с вами помочь. Как сделать так, чтобы у вас эссе получилось хорошее. Для кого-то мотивация становится опорой, для кого-то мотивацией становится сдача экзамена, а вы знаете, что с 2020 года ЕГЭ по иностранным языкам входит в число обязательных экзаменов для всех, а для кого-то становится мотивацией просто интерес. Насколько я понимаю, вы говорите об абзацах, сколько абзацев требуется для эссе в ЕГЭ, требуется сейчас 5 абзацев. Это следует из плана, вот мы сейчас как раз посмотрим на критерии организации, и обратим внимание на то, за что же можно получить оценки. Мотивированные ученики у каждого в классе количество свое, и вы знаете, дело в том, что, как мы уже говорили, детям часто бывает почему неинтересно. Потому что они не видят связи того, что они изучают с их реальной жизнью, им просто этого не объяснили. Потому что дети просто не понимают, как что делать, недостаточно опор, мы от них слишком многого хотим, хотим, чтобы они сразу прыгнули в высоту, когда их все время учили прыгать в длину. И в том числе, потому что дети не знают критериев оценивания, они не понимают, за что им дадут хорошие оценки, а за что оценки не очень хорошие. Коллеги, презентацию можно будет скачать, естественно, я ее выложу на сайте. Оценнице критерий я взял из демо-версии, так что вы сможете взять. Насчет избежать эгоизации невозможно, к сожалению, нет. По стандарту, принятому для старшей школы, у нас обязательный экзамен, это ЕГЭ по иностранным языкам, становится для всех. У нас вообще по новому в ГОС получается на каждом этапе обучения обязательно итоговая аттестация. В 11 классе это ЕГЭ и иностранный язык ЕГЭ для всех обязательно. В 9 классе это ГЕ, но ГЕ по иностранному языку, это остается экзаменом по выбору. То есть хотят дети, сдают, не хотят, не сдают, но с учетом того, что многие захотят порепетировать ЕГЭ, я думаю, что довольно много детей по сравнению с прошлыми годами будут сдавать ЕГЭ. А в 4 классе итоговая аттестация внутришкольная, то есть школа сама разрабатывает контрольную работу, которую считает необходимой. Почему именно С2, выражение собственного мнения, оставили в экзамене? Коллеги, в каком виде будет ЕГЭ в 2020 году, пока сказать трудно. Предполагается, что у него будет два уровня, базовый и профильный. То есть экзамен будет перерабатываться для базового уровня, он, скорее всего, будет упрощаться, поскольку в таком виде, в каком он существует, это, конечно, экзамен по выбору, безусловно. А для профильного уровня, возможно, останется уровень современный. Трудно будет сказать, как это будет выглядеть. Итак, давайте мы проанализируем оценивание СС на ЕГЭ. Прежде всего, возникает вопрос с количеством слов. Разброс довольно большой, 200-250 слов. 250 слов это не так уж и мало, на 5 абзацев вполне хватит. Более того, и даже если 250 слов всего, ученик может превысить на 10% этот объем максимальный. То есть если ученик написал СС до 275 слов, его все равно оценят. Вот если ученик написал хотя бы 276 слов, то есть перевалил через вот эту вот защитную черту плюс 10%, то эксперт будет обязан отсчитать 250 слов, провести черту на работе и оценить только ту часть СС, которая уместилась в эти 250 слов. То есть если заключение, например, перешло за эту черту, то будет считать, что заключения в СС нет, потому что объем это тоже часть коммуникативной задачи. Я вам сейчас рассказываю эти моменты, опираясь на собственный опыт председателя областной комиссии по ЕГЭ по английскому языку и на свой опыт эксперта. То есть я знаю изнутри неплохо, как работают эксперты и как они оценивают. Как оцениваются отдельные слова? Если у нас есть сокращение, например, cannot, isn't и так далее, это считается за одно слово. Если у нас есть числительные, которые написаны словами, например, five hundred and ten, то каждое слово считается за слово, то есть five hundred and ten, это четыре слова. А если ребенок 510 написал цифрами, то это будет считаться за одно слово. Можно писать как удобно, и словами, и цифрами. Поэтому если у ребенка слов не хватает, объем слишком маленький, он может цифры написать словами. Что еще? Сложные слова, например, well-known, well-bred, English-speaking, те, которые через дефис пишутся, оцениваются как одно слово считаются. Также и сокращение. TV – это отдельное слово. LT – это отдельное слово. И так далее. Пойдемте дальше. Теперь посмотрим на оценивание. Если вы позволите, я расскажу вам, за что дети могут получить высокие оценки, а за что оценки будут не очень высокие. Самый главный для нас критерий – это решение коммуникативной задачи. Давайте посмотрим на то, каким образом это оценивается. Максимальное количество баллов – три балла. Три балла. За что можно получить? Я, с вашего позволения, буду смотреть не на экран, а читать с листка. Я распечатал критерии оценивания. Задание выполнено полностью. Содержание отражает все аспекты, указанные в задании. Стилевое оформление речи выбрано правильно, то есть соблюдается нейтральный стиль. И вот посмотрите, поскольку стиль нейтральный, то желательно, конечно, сокращений большого количества избегать. Все аспекты, указанные в задании. Это значит, если говорится, 2-3 аргумента привести, их должно быть действительно 2-3, но не меньше. Больше можно, меньше нельзя. То есть все аспекты должны быть выполнены. Два балла за что можно получить? Задание выполнено. Некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью. То есть вместо 2-3 аргументов, ребенок один привел, например, имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи. То есть уже 3 баллов не получить. Если задание не выполнено, ребенок получает 0 баллов за решение коммуникативной задачи. В этом случае обнуляется оценка за все остальное, потому что нет тогда смысла оценивать ни лексику, ни грамматику. Ребенок не понял задание, не смог его интерпретировать, не смог на него откликнуться. Второй критерий, очень важный для нас, это организация текста. Сразу отвечу на вопрос, считаются ли в письме адрес и даты как отдельные слова. Да, в адресе и в дате все слова считаются. Организация текста. 3 балла. Высказание логично. Структура текста соответствует предложению. А вы знаете, утром во время вебинара мне задали такой вопрос. А если, например, дети в другом абзаце, не так, как написано в плане, выскажут мнение за, а мнение против, опять же, не в том абзаце. То есть не совсем плану соответствует. Какая оценка будет? 3 баллов за организацию ребенок уже не получит. Именно из-за того, что плану не соответствует. То есть коммуникативная задача выполнена полностью, но за организацию текста получит меньше. Средство логической связи использовано правильно. Что такое средство логической связи? А это те самые link in words. Когда кто-то пишет. First, next, more importantly, most importantly, moreover, however, и так далее. И, наконец, текст разделен на абзацы. На абзацы можно делить как вам угодно. Кому-то нравится писать с красной строки, можно писать с красной строки. Кому-то нравится строчку пропускать перед другим абзацем, пожалуйста, можно писать так. Самое главное, чтобы для эксперта было очевидно, что вот это вот, это отдельный абзац. Следующие критерии. Лексика и грамматика. За лексику тоже максимально можно набрать 3 балла. За что? 3 балла. Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной задачи, то есть лексика выбрана адекватно и достаточно широкий диапазон. Практически нет нарушений в использовании лексики, то есть нет лексических ошибок. 2 балла. Используемый словарный запас соответствует поставленной коммуникативной задачи, однако встречаются отдельные неточности в употреблении слов и даже дается примечание 2-3. Либо словарный запас ограничен, но лексика использована правильно. Что такое ограниченный словарный запас? Ребенок, например, пишет про кого-то, про друга. He is nice. Вместо того, чтобы написать he is friendly, he is generous, he is helpful и так далее. То есть он просто не владеет синонимами. Грамматика. Три балла. Используется грамматическая структура, соответственно, с поставленной коммуникативной задачей. Практически отсутствуют ошибки. Допускаются одна-две негрубые ошибки. Мы сейчас поговорим о том, что такое негрубые ошибки. Два балла. Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Не более четырех. Что такое негрубые ошибки? Это могут быть, например, ошибки в видовременных формах глагола, но, по крайней мере, понятно, что имеется в виду. Они понимание не затрудняют. То есть если ребенок вместо past perfect взял past simple, то в ряде случаев, может быть, и не затрудняет это понимание, и это не такая уж большая ошибка. Она будет негрубая. А вот если ребенок вместо present perfect взял past simple, вот здесь уже ошибка более серьезная. Правда же? И, наконец, орфография и пунктуация. За орфографию и пунктуацию максимально можно получить только два балла. Два балла. Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложение с правильным пунктуационным оформлением. Что такое правильное пунктуационное оформление? И это значит, в конце предложения ставится точка, либо вопросительный, либо восклицательный знак. Предложение начинается с заглавной буквы. Наличие, либо отсутствие запятых внутри предложения не оценивается. Точно так же, как не оценивается наличие двоеточия, дефисов и тире и прочего. Почему? Потому что в английском языке правила использования тех же самых запятых довольно размыты. И разные источники дают разные правила. То есть здесь решили не усложнять жизнь ни детям, ни проверяющим. Один балл. Имеется ряд орфографических и или пунктационных ошибок. В том числе те, которые незначительно затрудняют понимание текста. Не более четырех. Что такое незначительно затрудняют? То есть видно, что у ребенка описка, но слово понятно, какое имеется в виду. А вот значительно затрудняют, это ребенок, например, написал слово из трех букв, но там непонятно, то ли это bad, то ли это but, то ли это bad и так далее. То ли это bad вообще. То есть вот это затрудняет значительно. Что нам может с вами помочь? Какие пособия, на что стоит обратить внимание? Я уже говорил о таких пособиях, как ЕГЭ. Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать пособия 2013 года. Оно идет с аудиодиском, который приложен к пособию, и его авторы Костюк и Боголюбова. Следующее пособие, которое может пригодиться, это практикум по английскому языку ГЕО 2013. Его авторы Наталья Николаевна Трубанева и Елена Евгеньевна Бабушес. Наталья Николаевна является председателем комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов по ГЕО. Елена Евгеньевна Бабушес, как и Наталья Николаевна Трубанева, являются не только соавторами курса Enjoy English, но также являются и... Елена Евгеньевна также является одним из разработчиков контрольно-измерительных материалов ГЕО и ЕГЭ. Еще одно пособие, которое может вам пригодиться, это пособие вышло недавно. Вот у меня эта книжка, вы видите перед собой на экране, потому что вопрос был про грамматику. Пособие называется «Грамматика английского языка для школьников и поступающих в ВУЗы. Теория и практика». Автор пособия Галина Михайловна Фролова. Это пособие позволяет повторить теорию, начиная с простых вещей и кончая материалом выпускных классов школы. Примеры даются современные, а не только из классической литературы, достаточно простым русским языком написано. И во второй части у нас идет тренировка. Причем тренировочные упражнения и в формате ЕГЭ даются, и в формате довольно привычно традиционном. Но это современное пособие, только-только написанное, недавно вышедшее, и даются большое количество упражнений. Еще одно пособие, которое может пригодиться, называется «Олимпиада по английскому языку для 9-11 класса». Это пособие точно так же выходит с аудиодиском. Авторы пособия Корене Степанна Мухмурян и Оксана Павловна Мельчина. Корене Степанна Мухмурян является заместителем председателя федеральной комиссии по ЕГЭ и одним из разработчиков Всероссийской олимпиады по английскому языку. И если вы откроете пособие, то вы увидите, но вам здесь не очень, конечно, видно с камеры, что абсолютное большинство упражнений также даются в формате ЕГЭ. Поэтому это пособие также можно использовать в качестве тренировки. Вопрос, какое издательство? Издательство «Титул». Сколько стоит и где можно приобрести? На сайте englishteachers.ru есть интернет-магазин. Вы можете в него зайти, прочитать описание этих книг и можете их приобрести. И точно так же в том же интернет-магазине помимо книг можно купить и обучающие компьютерные программы к учебникам. Причем есть программы, можно купить и с электронной доставкой. То есть не ждать, пока они по почте к вам придут, а сразу скачать и получить код активации. Например, вышла обучающая компьютерная программа к учебнику к новому Enjoy English для 5 класса, вышла обучающая компьютерная программа к учебникам happyenglish.ru для 4 класса и так далее. Вообще, ко всем учебникам Enjoy English есть обучающие компьютерные программы. К новому учебнику для 6 класса программа выходит уже скоро. Практически ко всем учебникам happyenglish.ru есть обучающие программы 8 и 9 класс, единственное, готовятся к выходу к новому учебному году. И почти ко всем учебникам New Millennium English тоже есть обучающие программы, тоже 8 и 9 класс готовятся к выходу. Еще несколько вопросов, поскольку задаются. Махмурян — это фамилия автора пособия Олимпиады по английскому языку. Где найти видео для учебников биболетов? И к учебникам Enjoy English Video уже не выпускается, оно выпускалось по лицензии, и, к сожалению, издательство, у которого покупали эту лицензию, его продали уже 2 или 3 раза, поэтому его, к сожалению, уже не найти, это издательство просто. Вместо видео можно использовать обучающие компьютерные программы. Точно так же можно использовать огромное количество поурочных бесплатных онлайн-ресурсов. На сайте englishteachers.ru ко всем учебникам титула есть поурочные каталоги бесплатных интернет-ресурсов, а для старших классов еще и видео. Вопрос задается Марина Ольховникова. Купил компьютерную программу для 4 класса, ввела код «Активация», но он не проходит. Что делать? Вам нужно написать или позвонить в службу техподдержки, на диске есть информация, оставить свой номер телефона, вам тут же перезвонят и помогут решить эту проблему. Это все делается. Скажите, когда будет книга для учителя Биболетова и в ГОС? Сейчас вышла рабочая программа Мирем Забатовна для 2-4 классов, готовится к выходу рабочая программа для 5-9 классов, книга уже в издательстве скоро выйдет, и авторы работают над книгами для учителя. Какие еще у нас вопросы? Уроки в разных кабинетах установить диск можно только на одном компьютере. К сожалению, да, есть такая программа, и это особенность защиты, поэтому здесь приходится либо на ноутбуке устанавливать и его переносить, либо все-таки для разных компьютеров разные диски. Обучающий компьютерный программ, пишет Юлия Мазай, применяют для Милля 2-й класс, отлично. Дети охотно работают. Вот, кстати, и мотивация, о которой вы говорите, что их не хватает, этой мотивации. Будет точное эссе мнение? Уважаемые коллеги, какой вариант эссе будет на ЕГЭ, сказать вряд ли кто-то сможет. Последние годы дается именно opinion-эссе, но в течение нескольких лет перед этим давали for and against. Я бы сделал бы так, для того, чтобы немножечко подстраховаться, я бы все-таки детям за оставшиеся месяцы, тем, кто собирается задавать ЕГЭ по английскому языку, я бы все-таки объяснил бы структуру for and against essay, и одно-два эссе постарался бы написать. Что еще у нас есть? В библиотеке не поступают учебники Биболетовой за 10-11 классы. Коллеги, здесь можно решать вопрос напрямую из библиотеки, любая школа имеет право напрямую в издательстве приобретать учебники. Другая коллега пишет, мне очень нравятся учебники Кауфман. Да, там действительно очень много интересного. Будет ли письменная часть в обязательном ЕГЭ? Коллеги, письменная часть будет. Скорее всего, ЕГЭ еще может реструктурироваться, но немного. Наверное, просто будет упрощение. Библиотек не заказывает Кауфман, пишет Лада Леонидовна Малышева. Лада Леонидовна, вы, как учитель, имеете право выбирать любой учебник, который есть в федеральном перечне, вне зависимости от того, какое издательство его выпустило. Все учебники Кауфман входят в федеральный перечень. Если учебник не входит в федеральный перечень, вы имеете право тоже его использовать, но только в качестве дополнительного пособия. Вернут ли устную речь в ЕГЭ? Обещают, что вернут, когда вернут, никто не говорит. Мы закупаем учебники сами. Кауфман хороший, учебник работаю по нему. То есть, посмотрите, видите, сколько мнений. Ставятся ли запятые в адресе? В адресе спрашивает Оксана Полтавица. Коллеги, вы можете запятые ставить, можете не ставить. Наличие запятых не оценивается. Если вы посмотрите на то, как адрес написан в демо-версии, то в демо-версии запятая ставится, но, опять же, как я говорю, оценивание запятых не предусмотрено. И если вы поставите запятую, я думаю, что хуже от этого не будет, но лучше тоже сильно не сделают. Мне сказали, что там устаревший язык, говорит Булеева Анна. Коллеги, если вы имеете в виду какой-то конкретный учебник, все учебники издательства Титул проходят редактирование британскими корректорами профессиональными, которые выверяют язык, чтобы он был современный, и чтобы этот язык был естественным и аутентичным. Поэтому вы можете посмотреть, что вам удобно. Ну что ж, уважаемые коллеги, если у вас нет больше вопросов по теме нашего сегодняшнего вебинара, то мы с вами поступим следующим образом. Вы можете скачать сертификат. Попробуйте его скачать прямо сейчас. Если у кого-то сертификат не скачается, то напишите нам на connectenglish-teachers.ru, мы вам его пришлем в электронном виде. Пишет Людмила Гришина. Спасибо огромное, получила истинное наслаждение. Большое спасибо. Во вступительной части эссе «Оперинт» ставится ли двойственная проблема? Коллеги, не совсем понимая, о чем идет речь в двойственной проблеме, вы просто перефразируйте немножечко задание установку на эссе. Другими словами. Коллеги, скачиваете сертификат? Хорошо, вы перепишите. Информация полезная. Ну что ж, большое спасибо. Я размещу сегодня же ссылку на видеозапись вебинара, и вы сможете его посмотреть с вашими коллегами, если интересно. Сертификат вы можете, если по какой-либо причине не скачается, вы можете написать нам сообщение на адрес connectenglish-teachers.ru, мы вам пришлем этот сертификат в электронном виде. Так что это все можно сделать. Первый раз на вебинаре интересно, большое спасибо. Спасибо, очень приятно, что было интересно. Когда следующий вебинар? Коллеги, следующий вебинар 19 апреля проводит Евгения Владимировна Костюк, как раз, кстати, автор пособия по ЕГЭ. Евгений Владимировн является не только автором курса МИЛЛИ, но и заведует кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской Академии постдипломно-педагогического образования. Евгений Владимировн будет рассказывать про формирование универсальных учебных действий в обучении английскому языку. А 25 апреля будет вебинар Клары Исааковны Кауфман. На эти вебинары вы пока можете еще записаться, еще места остались, хотя они быстро заканчиваются. На май вебинары будут еще, но после майских праздников. Если кто-то у нас есть из Оренбургской области, коллеги, есть кто-то из Оренбургской области? Присутствует на вебинаре. Если кто-то есть из Оренбурга, то я буду проводить семинар в Оренбурге 17 и 18 апреля, то есть на следующей неделе. Во вторник я прилечу в Оренбург, в среду, в четверг у нас с вами будет семинар, поэтому приходите. Коллеги, я размещу еще ссылку, потому что не все успевают по ней пройти. Не могу скачать сертификат, пришлите на электронку, пишет Елена Ерохова. Уважаемые коллеги, если по какой-либо причине сертификат не скачался, напишите на connectenglish-tiches.ru, мы вам его пришлем. В Мурманск не собираетесь спрашивать Надежда Травкина? Коллеги, я в Мурманске бывал несколько раз, я думаю, что обязательно еще доберусь, просто до конца учебного года, до июня, пока в планах Мурманска нет. Город Кесентуки, Кавказские минеральные воды. Наталья Кравцун пишет, большое спасибо. Большое спасибо, коллега. Я недавно был, две недели назад, по-моему, в Пятигорске проводил семинар. Сертификат получили, почему нет печати? Спрашивают коллеги. Уважаемые коллеги, на электронных документах печать не ставится, она недействительна. Если вам очень нужен сертификат печатный, вы также можете прислать ваш почтовый адрес, запросить его по адресу connectenglish-tiches.ru, но поскольку у нас сейчас прием заявок идет на вебинары, и иногда приходит по три заявки в минуту, то есть огромный поток просто идет. На вебинар на сегодняшний заполнилось буквально за полтора дня наше количество на 500 человек, и вы видите, заявок был принят 500, а у нас сейчас присутствует 336-338 человек. Так вот, поэтому мы сможем вам выслать сертификат печатный, но только в мае, самое раннее. Спасибо большое за полезную информацию, всегда с удовольствием посещаю ваши семинары в Волгограде. Пишите, Лена Робертовна Гайде, и большое спасибо, Елена Робертовна. В Волгограде я был в ноябре последний раз, насколько помните. Как вписать имя? Коллеги, распечатывайте сертификат и пишите имя от руки. Самый простой вариант. Скажите, пожалуйста, я тоже отлистаю вверх чуть-чуть, потому что не все, успеваю прочитать. Можно ли скачать данную презентацию для обсуждения на методу объединения? Коллеги, скачать можно. Я эту презентацию прямо сейчас пойду размещу на сайте englishteachers.ru, поэтому можно скачивать в любое время. Когда вы будете в Ульяновске, коллеги, до конца учебного года не планируется ульяновский семинар. В Хантамансийском автономном округе не были, к сожалению. Не раз приезжал в Сургут, а вот до Хантамансийска пока еще не, к сожалению, не добрался. Но думаю, что все впереди. Почему нет информации о личном письме? Спрашивает Анна Красногорск. Вы имеете в виду, почему на семинаре не было информации? Поскольку мы сегодня говорили об обучении письменной речи вообще, и на примерах эссе разбирали, личное письмо осталось за пределами нашей сегодняшней темы. Если вам интересно, я готов рассказать про личное письмо отдельно. Мы про это сможем поговорить. Как можно связаться с Кларой Исаковной? Спрашивает Лада Леонидовна Малышева. Лада Леонидовна, вы можете написать Кларе Исаковне через форум englishteachers.ru. Клара Исаковна читает каждый день и отвечает на все вопросы. Нужна ли регистрация на семинар в Оренбурге? Коллеги, по вопросам семинара вы можете найти объявление, с кем созвониться на сайте englishteachers.ru, но я думаю, что если вы только приедете просто, то этого будет вполне достаточно. Раздаточный материал, надеюсь, что вам их хватит. Как скачать сертификат? Не получилось. Если не получилось скачать сертификат, мы с удовольствием сможем вам прислать его по электронной почте. Напишите на connectenglishteachers.ru. Ну что ж, уважаемые коллеги, я надеюсь, вам удалось скачать информацию, получить. Еще один из вопросов. В чем существенное различие между заданием C1 и C2? Почему именно C2 оставили в экзамене? В экзамене остается и C1 личное письмо, и C2 никуда не девается. Как лучше учить детей в начальной школе? Писать печатными или прописными? По стандарту мы детей учим писать полупечатными или полупрописными буквами. Поэтому вы можете выбрать любой вариант, который вам больше подходит. Администрация школ принимает такие сертификаты. Коллег здесь зависит от конкретной школы. Большинство школ, насколько я знаю, принимает. Что еще? Уже пошел опрос. Кто какую полезную информацию получил? А, кстати, действительно, уважаемые коллеги, а что вам показалось наиболее полезным из сегодняшнего вебинара? Что для вас было самое полезное? Уровень всероссийский. Вы имеете в виду вебинар, конечно, всероссийский. Посмотрите, сколько регионов у нас сегодня участвовало. Как понять полупечатные буквы? Спрашивает Наталья Алексеевна. Печатные буквы, часть слов могут соединяться. То есть вы не пишете, не обучаете детей каллиграфию прописного шрифта. Но если дети учат печатными буквами писать и начинают их сами как-то соединять, то можно делать и так. Посмотрите, образцы, например, к учебнику Инджонглэш есть прописи. Можете посмотреть в прописях. Что было полезно? Информация о новых печатных изданиях и истории написания эссе. Хорошо. Как можно скачать презентацию? Презентацию вы сможете скачать с EnglishTeachers.ru. Размещу ее там. Подходы к обучению написанию эссе. Экскурс в историю вопроса. Не знали, что запятые можно пропускать. Вот это полезная вещь. Отлично. Конкретные примеры из разных учебников и пособий. Оценивание разобрали. Стратегии обучения. Ну что ж, замечательно. Очень приятно, что кто-то просто убедился, что на верном пути плюсы и минусы жанрового подхода. Хорошо. Опоры на конкретные учебные пособия, которыми пользуются учителя. Замечательно. Ну что ж, уважаемые коллеги, как я вижу, большинство из вас вынесли для себя что-то полезное. Для кого-то одни вещи полезные оказались, для других другие. Я еще раз даю ссылку на скачивание сертификата. И мы заканчиваем на этот наш вебинар. До новых встреч. Если есть какие-то вопросы, готов ответить на сайте EnglishTeachers.ru. Я прочитаю еще чат дальше. Так что, если вы напишите, я некоторое время с вами просто отключу видеокамеру и выключу вот эти вот яркие прожектора, которые освещают. Спасибо и до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.